Много историй по миру сказано, многие из них забыты навсегда, многие уже далеки от оригинала, но есть история, что неизменно уже почти две тысячи лет. Эта история приносит радость и надежду каждому новому поколению, детям и взрослым, независимо от рода деятельности их и увлечений. Пасха. Светлое Христово Воскресенье. Сын Божий пришел в мир, чтобы спасти людей. Он проповедовал любовь и Царство Небесное, совершал много чудес, исцелял и воскрешал людей. Появлению Христа многие радовались, но были и те, кто старался помешать Иисусу рассказывать о Царстве Бога. Правители того времени искали убить Иисуса, и тогда Юда, ученик Христа, предал его за 30 серебряников. В конце концов, Иисуса осудили на смертную казнь. Это было страшное событие. Иисуса распяли на кресте на горе Голгофа. Когда Он умер, земля вздрогнула. Это произошло в пятницу. Теперь мы этот день называем Страстной Пятницей. Когда прошла суббота, ночью Господь Иисус Христос ожил, воскрес из мертвых. В воскресенье утром пришли женщины с благовониями, чтобы смазать тело Спасителя. Но вместо него увидели ангела. Он известил о воскресенье Господнем. Не бойтесь. Я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Но не следует искать живого среди мертвых. Он воскрес, как и обещал вам. Идите и расскажите всем, что Он воскрес и ждет их. Радость охватила людей с тех пор, как мы празднуем Пасху. Господь победил смерть и показал, что для тех, кто верит в Него и живет согласно Его заповедям, нет ни смерти, ни ада. Он умер, чтобы мы могли жить. Его тело было изранено, чтобы мы могли быть здоровы. Пусть эта радостная весть наполнит каждое сердце. Принесет мир и благополучие в вашей семье. Христос воскресе! Воистину воскресе! Поздравляем с Пасхой! Вот история, которую повторяют из поколений в поколение те, кто искренне верит в воскресенье Господа Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова